В Чебоксарах появился еще один сквер. Его разбили на территории Центра Творчества Росток. Образовательное учреждение стало победителем городского проекта «Школьный двор моей мечты» и получило грант в 500 тысяч рублей. Оригинальные идеи педагогов и воспитанников в создании «Зеленого уголка» оценила Вероника Павлова. «Двор моей мечты» – так назвали новый сквер воспитанники Центра Творчества Росток. За короткий срок на месте пустыря вырос целый развлекательный городок. Здесь сначала вообще было пусто, ничего не росло, ничего не было, просто пустое место. И потом вот раз, как вжух, и вдруг все стало таким прям цветным, красочным. Я с огромным желанием хотела видеть в этом сквере большую красивую детскую площадку, где каждый ребенок по какому-нибудь занятию мог просто с подружками, с друзьями взять так поиграть, покататься на качельках. Также я хотела видеть какие-нибудь красивые декорации, например, мельницу или тележку, чтобы каждый мог взять и пофоткаться. При составлении дизайн-проекта учли все пожелания и предложения воспитанников. По итогам муниципального конкурса он стал лучше. Из городского бюджета на благоустройство территории выделили полмиллиона рублей. Дворик учебного заведения – это своеобразная визитная карточка. Потому в каком стиле он оформлен, можно понять, чем здесь увлекаются дети. Площадку перед центром «Творчество Росток» юные дизайнеры превратили в сообразную мастерскую талантов. Фольклорная, спортивная, детская зоны и концертная площадка – все для активного отдыха и развития детей. Теперь творческие коллективы смогут готовиться к различным конкурсам на свежем воздухе. Педагоги уверены – сквер не будет пустовать ни зимой, ни летом. Мы теперь мечтаем здесь, на этом месте проводить наши открытия, выставки отчетные. Зимой мы уже планируем соревнования спортивные делать, здесь зимние игры проводить. В этот день дали старт новым традициям. Воспитанники центра творчества заложили хвойную аллею, а ветераны высадили кусты и колены. Мы будем продолжать вот эту аллею, потому что сейчас 7 образцовых коллективов и лучшие ребята сегодня посадили вот эти елочки. У нас будут еще события, и мы каждое событие будем что-то добавлять. Новый сквер открыт для всех желающих. Педагоги надеются, что в нем будет комфортно не только детям, но и жителям микрорайона Рябинка. Муниципальный проект по благоустройству школьных дворов в столице республики работает третий год. Благодаря ему современные площадки для творчества появились в трех городских школах. Вероника Павлова, Владимир Синдеев, Вести Чувашия.